Здравствуйте! Вы смотрите новости ЖТСУ в студии прямого эфира Антон Хатиновский. Ну а судоперевод осуществляет мой коллега Дауриен Абдрасилов. Память вечно. Новая достопримечательность и настоящий символ края отныне есть и в области ЖТСУ. В городе Талдыкурган торжественно открыли памятник герою социалистического труда Нормалдела Бергенову. Эта радость жителей разделил Акимобласть и ЖТСУ Бебет Исабаев, наш корреспондент, с подробностями. На открытии памятника величайшему земляку собралось немало жителей края ЖТСУ. Для каждого из присутствовавших это событие более чем долгожданное. Отныне скульптура выдающегося человека труда станет одной из главных достопримечательностей и украшением областного центра. В знаменательном мероприятии приняли участие глава региона Бибет Исабаев, а также родные и близкие человека легенды. Мы стараемся, чтобы достойный вклад житцурцев в развитие страны, родного края, не остался без должного внимания вне зависимости от рода его деятельности. Буквально на днях в холле Талдыкурганского областного драматического театра был установлен бюст талантливой актрисе землячки нашей театра и кино Биген Римовы. Значимую роль Бигена Рымкоза в развитии отечественной культуры трудно переоценить. Еще одним важным событием этой осени стало открытие в парке победы мемориала, посвященного памяти жертвы Семипалатинского ядерного полигона и участников ликвидации последствий Абари на Чернобыльский АЭС. В свою очередь, открытие бюст Нурмолда Алдабергенова, это прежде всего дан уважение этому выдающемуся человеку с большой буквы, чтобы сохранить в памяти людей его имя, ставшее символом трудолюбия и патриотизма. Нурмолда Алдабергенов – один из организаторов колхозного движения в Казахстане, председатель колхозов, а также дважды герой социалистического труда. В 1935 году был избран председателем колхоза Жанаталап, ныне Ескельдинского района. Благодаря его организаторским способностям за шесть лет значительно увеличилось поголовье овец, коров и лошадей. А также удалось поднять на небывалый высокий уровень урожайность сахарной свёклы. Кроме того, по его инициативе была построена первая в Житсу электростанция. Я сегодня очень рада. В областном центре состоялось открытие бюста моего отца. Это очень долгожданный день. Он упорно трудился на благо нашего края Житсу. Я как дочь великого человека очень горжусь им. Авторы бюста – заслуженный архитектор Казахстана Каби Баулыков и Нургалам Исабаев. Высота памятника, сделанного из гранита и бронзы, составляет более четырёх метров. Возраст осени прекрасный. В Тадыкургане продолжают поздравлять с Днём пожилых людей. Накануне представителей элегантного возраста чествовали в Житсуском областном доме дружбы. Торжественное мероприятие развернулось в фойе здания, где за обеденным Дастарханом пенсионерам Ассамблеи народов Казахстана был организован праздничный концерт. Чествование умудрённых жизнью людей здесь празднуют ежегодно. 83-летняя Светлана Гаитова отмечает, что такие встречи очень нужны. Они воспитывают в наших детях нравственные черты характера – доброту, отзывчивость и уважение к старшему поколению. Судущее любого народа и дальнейшее процветание и развитие государства, даже существование самого государства, зависит от преемственности поколения. Как одно поколение передаёт другому поколению ценности, которые были. Я хочу сказать, что мы, как ветераны Ассамблеи народа Казахстана, с самого начала становления нашего независимого государства, мы все стояли у истоков формирования межнациональных отношений. В программе мероприятия прозвучали слова благодарности за многолетний труд ветеранов, большинство из которых стояли у истоков становления Ассамблеи народов нашего государства. Пожилые люди чувствовали заботу и внимание со стороны организации, которые отдали большую часть своей трудовой жизни. Дом дружбы приглашает людей пожилого возраста на праздник мудрости, доброты, взаимопонимания. Это гости, представители разных этнокультурных объединений. Сегодня у нас праздник. Мы поздравляем людей, умудрённых жизнью. Желаем им самое главное здоровья, всех благ, радости. В завершении мероприятия организаторы вручили ветеранам специальные подарки. По словам самих виновников торжества, самым главным подарком для них было внимание. Айгерим Купаева, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. На минувшем брифинге Жанасыл Сабарулуэ, заместитель руководителя департамента экологии, главный государственный экологический инспектор по области ЖТСУ, рассказал о проделанной работе за 9 месяцев текущего года. Департаментом были проведены и завершены две внеплановые проверки, в следствии которых наложено 87 административных штрафов на общую сумму 9 миллионов тенге. Кроме того, за отчётный период государственным органам по факту несанкционированного размещения ТБО к административной ответственности привлечены 33 должностных лица. Также был разработан и согласован план совместных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства на 2023 год. На данный момент совместно с местными исполнительными органами проводятся мероприятия по уборке твёрдых бытовых откодов в областном центре. Также была проведена работа над дорожной картой и согласно пятому пункту планов в городе Талтыкурган было посажено 43 тысячи саженцев, то есть был перевыполнен план. А в области ЖТСУ запущен сайт АЛАЯК КЕЙЗЭТ. Информационный портал был открыт в целях предотвращения мошеннических действий и информирования населения, а также повышения финансовой грамотности жителей региона. В настоящее время жертвами мошенников становится множество людей. Одним из самых распространенных видов мошенничества на данный момент является онлайн-мошенничество. Одни из самых распространенных сайтов по облапошиванию граждан – это торговые площадки. Чаще всего такие баннеры можно встретить в социальных сетях Instagram, Facebook, WhatsApp, где и работают преступные схемы. Кроме того, известно множество случаев онлайн-мошенников, которые используют копии документов граждан для выдачи онлайн-кредитов. Проект реализуется в рамках гранта Центром гражданских инициатив. В данный момент мы в 10 районных центрах и городах в области ЖТСУ провели семинары. В данный момент у нас был запуск сайта. Опубликовали более 25 информационных постов именно выявления и профилактики мошеннических действий. В последнее воскресенье октября в Казахстане отмечают День работника системы социальной защиты. В этой сфере страны трудятся более 30 тысяч человек, из которых свыше 10 тысяч – социальные работники. Они оказывают необходимую помощь малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам и другим защищаемым категориям населения. Четвертый год Бахат Кульбер-Кимбаева работает дефектологом в Каратальском центре дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Как признается она, в первые годы ей было очень сложно работать с больными детьми с различными сложными диагнозами, поскольку настроение у воспитанников быстро менялось, они становились пыльчивыми, порой даже неуравновешенными. Если ребенок страдает аутизмом, мы не можем повлиять на его поведенческий кризис и контролировать их настроение. Остальные дети сюда приходят с хорошими настроениями. Не просто, конечно, работать с нашими детьми, это же особенные дети, у них настроение меняется часто. Мы все свои усилия направляем на то, чтобы дети здесь чувствовали себя комфортно. Для семьи Ахмешиновых рождение ребенка с диагнозом детский церебральный паралич стало своего рода испытанием. Было сложно научить его жить в социуме, нуждались в помощи специалистов. С приходом в центр дневного пребывания ребенок стал адаптироваться к новым обстоятельствам. В этом заслуга соцработников, делится бабушка Аружан. Здоровье у Аружан намного улучшилось. Она получает различные лечения. С первых дней открытия центра сюда ходим. Родителям стало легче. Тогда ей было 5 лет, сейчас уже 13. Огромную благодарность выражаю работникам центра за их добросовестный труд. Каратальский центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями открылся в городе Уштубе в 2016 году. Через 5 лет здесь заработал и реабилитационное отделение в стационарном режиме, куда могут приехать родители с детьми со всей области и даже республики для получения реабилитационных услуг. Этот центр, где созданы все условия, дает возможность детям-инвалидам получать медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. Наш центр дневного пребывания предназначен для детей от 1,5 до 18 лет в стационарном режиме. 50 детей дневного пребывания и 40 детей в реабилитационном отделении. За это время мы многое достигли. Самое главное, мы увидели изменения наших детей. Мы оказываем помощь в преодолении жизненного барьера, также в формировании социального позитивного самочувствия и собственной защищенности. Сейчас в центре работают 69 человек, работа которых действительно сложная. Но они прилагают максимум усилий, чтобы дети с тяжелой инвалидностью почувствовали себя намного лучше. А в целом социальный работник – сложная профессия, требующая полной самоотдачи и искреннего желания помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Решившись связать с ней свою жизнь, должен в первую очередь любить людей. Кроме того, немаловажно обладать навыками оказания первой медицинской помощи, знать простейшие психологические приемы, не бояться принимать сложные решения в трудных ситуациях. Сегодня состоялось торжественное открытие областной патриотической игры «Жасулан». В мероприятии, которое прошло в средней школе гимназии номер 10 имени Шуканова-Алиханова, приняли участие лучшие представители из восьми районов и двух городов области ЖТСУ. Для юных патриотов военнослужащие в воинской части 18-404 продемонстрировали приемы рукопашного боя и поделились секретами успешной службы в армейских рядах. В конкурсе несет не только спортивный характер, но и патриотическое воспитание. Отметим, что из года в год участники игр показывают отличную физическую подготовку. Каждый ученик должен был пройти испытания, которые являются неотъемлемой частью в жизни солдата. Управлением образования области ЖТСУ проводится военно-патриотическое соревнование «Жасулан». Это соревнование проводится уже много лет и стало нашей традицией. В данном соревновании принимают участие учащиеся общеобразовательных школ нашей области. Всего на данном соревновании в этом году примет 10 команд. Это с восьми районов и двух городов – Талдукурган и Текеле. В данном соревновании принимают участие дети в возрасте от 14 до 17 лет. Военно-патриотическая игра состоит из шести этапов. Ребята соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова, надевании противогазов и преодолевали полосу препятствий. Здесь нужно показать не только правильные действия и отточенные навыки, но и сделать все по нормативам. Затем последовали физические упражнения, такие как подтягивания на перекладине и подъем туловища из положения лежа на спине. Кроме того, проводилась стрельба из пневматической винтовки, где оценивалась меткость и спокойствие стрелка. А в последнем этапе ребята защищали презентацию на тему «Мой Казахстан». Все участники справились с поставленными задачами и дошли до финиша. Сегодня мы пришли отстаивать честь Талду Кургана в сегодняшнем областной военно-патриотической игре «Жасулан». Нам здесь все очень нравится. В первую очередь на таких сборах мы учимся к любви к родине, к военно-патриотическому воспитанию и в целом к патриотизму к нашей стране. Итоги игры «Жасулан» будут объявлены завтра. Благодаря военно-патриотической игре у детей формируется гражданская позиция, заверяют организаторы. Подобные мероприятия воспитывают молодежи патриотический дух, любовь к родине и самое главное – уважение к подвигам предков. Антон Хатиновский, Кундуснар Мухаммедова, Ернур Медед, телеканал ЖТСУ. Еще больше возможностей для молодежи. В области ЖТСУ началась подача документов на конкурс «Жаспроджек». Следует отметить, что в этом году изменились конкурсные требования. Теперь участвовать в проекте могут граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Лучшие их предложения будут определены в ноябре. В результате 14 человек получат средства на начало своего бизнеса. Талдыкурганец Багдаулет Шакер с детства играет на национальном инструменте «Дамбра». Полюбив народный инструмент, молодой человек мечтает привлечь в свои ряды новых поклонников народного творчества. Для этого он, собрав все необходимые документы, подал заявку на участие в «Жаспроджекте» с целью открыть новую студию. В прошлом году я не успел подать документы, а в этом году сразу, как услышал, стал собирать их. И одним из первых я подал заявку. Теперь жду результата и надеюсь на положительное решение. В этом году возрастное ограничение участников расширено. Подать заявку на грант могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Особое внимание будет уделено гражданам категории НИД. Прием заявок осуществляется в режиме онлайн с 9 по 22 октября на сайте «Жаспроджек» ЖТСУ ВКО. А 1 ноября будут подведены итоги конкурса. «Жаспроджек ЖОБАСЫ БИОКЛЖИЛЫ И РИКШЛИГЫ ОЛЖИТСУ» Специфика конкурса в этом году такова, что он реализуется только в области ЖТСУ и Восточно-Казахстанской области. В каждом из двух регионов будет предоставлено 14 грантов в размере 1 миллиона тенге. С 9 по 22 октября каждый молодой человек может подать заявку на сайте проекта. «Жаспроджект» направлен на сокращение числа безработной молодежи и реализуется с 2017 года. В прошлом году было одобрено 63 идеи из двух областей. 35 из них приходятся на ЖТСУ. Антон Хатиновский, Диана Турлыбек, Габитка Драхман, телеканал ЖТСУ. В городе Талдыкурган состоялась персональная выставка художника и общественного деятеля Байтурсына Умарбекова. На ней было представлено 50 картин разных жанров изобразительного искусства. Подробнее расскажет наш корреспондент. На мероприятии присутствовали искусствоведы, государственные служащие и обычные поклонники творчества Байтурсына Умарбекова. Картины, представленные на выставке, отличались разнообразием и стилем письма. Портреты, пейзажи, натюрморты украшали стены галереи изобразительного искусства областного центра. Каждый почетный гость высказался о творчестве художника и преподнесли символические подарки. Художник родился в селе Талды, Памфиловского района Талдыкурганской области в 1946 году. Вплоть до 2009 года занимался преподавательской и общественной деятельностью. Он обучал юных талантов и являлся деканом, профессором и даже директором Государственного музея искусств имени Абалхана Костеева. Однако творчеством занялся лишь недавно, и накануне состоялась его вторая персональная выставка. Эта экспозиция связана с юбилейной датой Батурсона Умарбекова — 75-летием со дня рождения. По словам искусствовья Докамилы Ли, с неё начинается новый этап жизни художника — творческое долголетие. При такой занятости ему некогда было заниматься творчеством, хотя его на самом деле всегда очень тянуло к живописи. Она жила у него в душе, в сердце, в груди. Сразу же можно заметить, что в его поисках присутствуют две темы. Первая тема — это природа, и вторая тема — это портрет. И к этой, и к первой, и ко второй теме у него всегда было особое внимание. Еще одна черта характера Батурсона Ижанча — его большое внимание к людям. Портрет у него не просто так, он раскрывает психологическую характеристику модели. По словам экспертов, на выставке было несколько ярких и наиболее запоминающихся работ. Одной из них была картина «1937 год. Последняя фотография». В центре холста помещено изображение фотографии отца и дяди Батурсона Умарбекова, которые были расстреляны в 1937 году. Жизнь продолжается, а память остается. Главный посыл данного произведения. Есть несколько работ, но я особо бы не выделил. Да, есть вот мечеть. Это арабская архитектура, среднеазиатская. Внутреннее построение самого здания, оно китайское. Эта архитектура, она должна символизировать дружбу. Пусть это будет китайцы, пусть это будет мусульмане, пусть это будет казахи, гуйгуры. В этом не должно быть разницы. Вот такая мысль я хотел вложить туда. В конце мероприятия художникам были оставлены автографы на книге, посвященные его творческому пути. Крина Закриева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Критическая ситуация с уборкой урожая в Карагандинской области. Пшеница прорастает прямо в колосе. Дожди в Карагандинской области не дали фермерам собрать урожай полностью. Бесконечные дожди шли с 20 августа и прекратились лишь несколько дней назад. Сейчас уборка идет полным ходом, но пшеница испорчена. Теперь она годится только на корм скотом. В областном управлении сельского хозяйства признают, что с качеством зерна ситуация критичная. Хорошего зерна соберут от силы половину от количества прошлого года. При том, что до сих пор с крестьянами не расплатились по субсидиям. В связи с природными катаклизмами из республиканского бюджета в область направили 900 миллионов тенге, а фермерам дали отсрочку по кредитам на год. Всего, по данным Минсельхоза, на сегодняшний день в Казахстане убрали 14,9 миллионов гектаров зерновых культур, что составляет 86,2% от запланированной площади. При средней урожайности 9,2 цент не раз гектара намолочено 13,6 миллионов тонн зерна. В министерстве отмечают, что для обеспечения внутреннего рынка хватит от 5 до 7 миллионов тонн зерна. Электрик заживо сгорел во время ремонта электросетей в Алматы. Жуткое видео. С электриком сняли жители Алматы. В энергопередающей компании «Лата Ожер Компанес» озвучили подробности несчастного случая, в результате которого электрик получил удар током на электрическом столбе и погиб. Сообщается, что мужчина производил работу совместно с энергетиком жилого комплекса самовольно, без согласования с Толгарским РЭС. Пострадавший вместе с сотрудниками ДЧС был снят с опоры. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В Таиланде нашли новый вид змей с ресницами. Международная группа ученых обнаружила в Таиланде новый вид ядовитых змей. Животное обнаружили в провинции Транг, расположенной неподалеку от тайландско-малазийской границы. Их главным отличием от других гадюк является наличие чешуек, похожих на ресницы над глазами. Они создают эффектное и загадочное впечатление. Помимо этого, новая гадюка имеет также слегка перевернутую морду, что делает ее еще более уникальной. Они относительно небольшие, 40 сантиметров в длину. Обнаруженный вид относится к роду Куфи. Семейство гадюковых его назвали Тимиресус гилаус. Переводится как «ресничетое куфия». Это название змея получила благодаря анатомической особенности. Ракета-носитель Вега успешно запущена с космодрома Куру во французской Гвиане. Аппарат, предназначенный для помощи предотвращения стихийных бедствий, стартовал с двумя спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане. Вега вывела на орбиту тайландский спутник для наблюдения за поверхностью Земли. Чемпион азиатских игр по велоспорту вернулся домой с очередной победой. Евгения Федорова. В Талдыкурганском аэропорту под звуки духового оркестра встречали родственники, представители управления спорта области ЖТСУ и болельщики. Это его очередное триумфальное возвращение домой с победой с престижных мировых соревнований среди велогонщиков. Цветы, улыбки, объятия родных и поклонников спорта – все это делало встречу по-особому теплой. Отметим, что Евгений Федоров – первый казахстанский велосипедист, которому в 2022 году удалось завоевать радужную майку спустя 10 лет после триумфа Алексея Луценко, который также стал чемпионом мира среди андеров в 2012 году. И вот очередная золотая медаль. Вместе со своим товарищем по команде Алексеем Луценко они блестяще выступили на континентальной олимпиаде в китайском городе. Ханчжоу, обогнав своих конкурентов первым, финишную черту пересек уроженец области ЖТСУ Евгений. Он обогнал своего товарища по команде буквально на пол колеса и принес очередную золотую медаль своей стране. Теперь главная цель чемпиона – выступить в составе профессиональных велоклубов и поднять казахстанский флаг первенства на самых престижных велогонках. Даже не ожидал, что-то хорошо встретят. Прилетел. Много эмоций. Спасибо всем. Почему вы посвящаете свою победу? Победа посвящается Казахстану, родине. Как прошло здесь чемпионат? Все прошло хорошо. Ну да, это как во всех видах спорта. Тяжело. Побед никогда не бывает легкой. Я очень счастлива. Это большая победа. Молодец. Я поздравляю всех. Спасибо всем, кто спонсирует, помогает моему сыну. Спасибо Акиму. Аким уже из Суйской области. Просто это очень большая радость. Таким был день сегодняшний глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖПСУ. И только хороших новостей. До свидания.